Экспериментальные университеты Экспериментальные университеты — это новая интерпретация базовых процессов, образования и исследований. Здесь важно, что новая интерпретация относительно. В высшем образовании в принципе сложно сделать что-то радикально, принципиально новое. Университет — это старый, даже древний организационный феномен. Все в нем когда-то было, у всего есть длинные корни, уходящие глубоко в Средневековье, в античность или, возможно, даже в более ранние практики. Так, лекция — это проповедь, экзамен, семинар, диссертация, научная публикация выросли из Средневекового диспута, который в свою очередь когда-то был поединком. Современные инновации вроде реальных проектов или междисциплинарности во время Возрождения не были бы чем-то радикальным. Но экспериментальные университеты могут ввести новую комбинацию, новые по отношению к реальности той национальной системы высшего образования, где не находится ход. При этом институциональные эксперименты — это не рулетка на удачу, не про «а вдруг получится». Это также не эксперимент ради эксперимента. Это даже не всегда что-то радикальное. В рамках нашей магистрской программы «Экспериментальное высшее образование» мы определяем экспериментальный подход к управлению через три переменные. У нас есть такой треугольник experimental mindset — экспериментальной установки сознания управленца. Первое — наличие гипотезы, укорененной в теории точных данных. Вам нужно понимать, что вы вообще делаете, зачем, исходя из чего. Второе — конструктивное нарушение правил, реконструкция причин, стоящих за текущей организацией вещей и предложение лучшей альтернативы. В этом есть элемент дартаньянства и вызова статуса КВО — творческое отношение к границам допустимого. И, наконец, третье — ответственное внедрение — смелость прекратить эксперимент, когда все идет не так. И уж точно, когда вы зашли слишком далеко и вместо пользы начинаете приносить вред. Бывают интересные университетские эксперименты с исследовательским процессом. Так, в университете Циполина все исследовательские центры междисциплинарны. Каждый год ВУЗ выбирает одну проблемную тему, которая объединяет исследователей из разных подразделений в одну полифоническую дискуссию. Они говорят, реальный мир не дисциплинирован — и мы тоже. Но эксперименты в управлении исследованием все-таки чаще встречаются в исследовательских институтах, вроде Института теоретической физики Периметра в Этерлоу, Канада, или в Институте Рокфеллера, который почему-то называет себя университетом. Эксперименты в образовательном процессе в университетах встречаются чаще. У них больше всего последствий, причем для всех — студентов, их родителей, преподавателей, администраций, даже работодателей. Здесь эксперименты могут быть в разные аспекты. Это может быть нестандартная миссия. Например, колледж Бабсона в штате Массачусетс Ша готовит конкретно лидеров с предпринимательским отношением к жизни. И успешно делает это уже сто лет. Но когда-то, в начале XX века, такая миссия казалась радикальной. Другой возможный аспект — управление или организация. Так, университет Наяновой в Самаре был экспериментом с непрерывным образованием от дошкольного до университетского. Ученики в первом классе получали студенческий билет и оставались в университете до защиты докторской диссертации. Кстати, это отличный пример экспериментального подхода. Университет вырос из лаборатории психолого-педагогических исследований при Кубышевском педвозе. Марина Наянова, директор, написала в своем подходе целую диссертацию. Экспериментировать можно также с содержанием. Например, учебный план колледжа Сент-Джонс, тоже США, полностью был построен на изучении великих книг. Это был радикальный возврат к классике в 30-х годах американского высшего образования и попытка вернуться к выпускнику универсалу. Среди экспериментов с методологией – самое массовое явление PBL – проблемоориентированное образование. Когда-то PBL была опробирована группой вуза первопроходцев – Маострихским университетом в Нидерландах, Ольбургским университетом и университетом Роскилда в Дании, а также университетом Макмастер в Канаде. Следующая точка приложения экспериментального сознания – система оценивания. Например, в колледже Вегрин также в Штатах студенты в конце курса получают не балл, а нарративную оценку от преподавателя. Остается среда обучения. Например, эксперименты с приключенческим образованием, которые сейчас популярны в бизнес-школах, когда студенты ходят в экспедицию для того, чтобы открыть у себя способности к принятию решений под давлением в непривычные для них условия. Сюда же относятся эксперименты с радикальной интернационализацией образовательного процесса, когда студенты из разных стран все воспринимаются как одинаково свои. Так устроен голландский Маострийский университет, где зарубежных студентов уже больше, чем голландцев. Наконец, эксперименты со средой. Это кампусы в глубинке, как известный клавиш Дип Спрингс в пустыне Невады. Основатель Люсиан Нан призывал слушать голос пустыни. Он говорил, что у пустыни свой характер, свой голос, что великие лидеры разных времен уходили в пустыню специально для того, чтобы ее послушать. Зачем нужны экспериментальные университеты? Во-первых, они делают поле высшего образования более разнородным и отвечают на запросы тех студентам, кому хочется странного, выражаясь языком стругацких, кому скучно в образовательном мейнстриме. У выпускников и преподавателей экспериментальных вузов обычно узнаваемая идентичность, часто нетипичная профессиональная общежизненная траектория. Университет Циполина и еще три частных многопрофильных университета Германии предлагают широкое образование, не характерное для достаточно индустриальной немецкой системы. Антиовский университет США когда-то выстрелил в американском высшем образовании начала XX века, предлагая уникальную комбинацию образования и практического опыта. Диверсификация помогает запустить межуниверситетский диалог о лучших практиках и подходах, составляя университеты посмотреть на себя со стороны. Кроме того, это часто единственная вакцина против чрезмерной стандартизации, ведущая к организационному застою. Во-вторых, экспериментальные университеты работают как лаборатории для тестирования новых практик. В Маэстрикском и Ольбургском университете есть специальные подразделения, которые разрабатывают и масштабируют практики PBL. Эдлаб Маэстрикти и Ольбургский центр проблемоориентированного образования в инженерной науке и устойчивости в Ольбурге. Колледж Бабсона распространяет свой уникальный подход к предпринимательскому образованию через Академию развития глобального предпринимательского обучения, а колледж Олин – к инженерному образованию по всему миру через свою коллабораторию. Из экспериментальных университетов также часто выходят визионеры-экспериментаторы. Большая часть моих коллег как в Центре трансформации образования «Сколково», так и в Школе перспективных исследований «Тюмгу», которые занимаются развитием высшего образования, так или иначе затронули экспериментальные подходы. Возможно, если с тобой происходит что-то необычное, но при этом придуманное и целесообразное в образовательном процессе, тебе кажется важным самому потом сделать что-то похожее. В этом смысле экспериментальные университеты работают как механизм обновления системы. Конечно, традиционные мейнстримные университеты также экспериментируют. Однако для экспериментальных университетов это честь смысла их существования. Наконец, в-третьих, экспериментальный университет может переопределить саму идею университета. Так, до появления Берлинского университета в начале XIX века то, что университеты должны заниматься исследованиями, было как минимум неочевидным. Симбоз Стэнфорда и Кремниевой долины, когда-то экзотическая модель, теперь является желанным стандартом. Его стараются скопировать национальные государства по всему миру. Экспериментальные и мейнстримные университеты находятся в диалектическом противоречии. Они взаимодействуют друг с другом и дополняют друг друга. Изменения в первых часто реакции на проблемы во вторых и наоборот. В постсоветских странах в 90-х активно появлялись экспериментальные вузы. Я училась в одном из таких университетов. Моя астрожская академия была открыта в 1994 году на идею воскрешения астрожской славяно-греко-латинской академии XVI века. Элитный вуз в маленьком городке на северо-западе Украины должен был привлекать лучших преподавателей. И образовательный процесс из-за этого был гибким и податливым. Наше расписание менялось еженедельно. В России среди известных примеров это Лязинская академия управления с обучением через опыт и уже упомянутый университет Наяново в Самаре с непрерывным образованием. Проблема состоит в том, что экспериментальные университеты очень редко получают поддержку. Одно из немногих исключений – Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне, у которого есть статус экспериментальной платформы для реформы китайского высшего образования. Существенную поддержку Республики Татарстан получает университет Иннополис, который также можно назвать экспериментальным. Но обычно им скорее мешает развиваться. В России, где экспериментальные университеты в большинстве случаев не государственные, как раз их чаще всего проверяет Ростомнадзор, обычно с негативными последствиями. Сейчас авторские школы – нарастающий тренд. С авторскими вузами ситуация сложнее, как и с экспериментами в управлении базовыми университетскими процессами. В основном это связано с неблагоприятной регуляторной средой. Необходима особая отвага, чтобы делать что-то нестандартное. Но мы можем вырваться вперед, только экспериментируя, придумывая настолько необычные практики, чтобы они сами по себе могли стать поводом для диалога с наиболее интересными вузами других стран, которые мы сейчас не включены. К тому же для того, чтобы ответить на новые вызовы, нужно все – умные реформы, трансформации, инновационные подходы в старых вузах и новые университеты. Продолжение следует...